Всем привет! У меня утре ути, не один день скор. Вообще я мокрая вся. В общем зумбу еще одну нашла, которая вот для начинающих девушка очень хорошо показывает, как что там в медленном темпе делать, с чего начинать, что это такого и с чем его кушают. В общем в ритме танца зумба выпуск номер один называется. Вот я ее тоже включаю и под нее делаем там. Она все хорошо объясняет, прям как восьмерку делать, как ножку поднимать. Так что в общем кому интересно девочки. И вот даже можно разминку заминку в таком делать. Не надо в зумбе там есть, где они прыгают, знаете там вверх все такое. Можно же, это же мы для себя. Главное, что здесь задействованы все эти мышцы и у нас будет к весне. Я мокрая вся. Все, я уже как бы закончила. Потому что я мальчика то смотрела. Да, он тоже хорошо объясняет, но там есть свои вот подвы подверты. Ладно мои дорогие, в общем будут вопросы задавайте. В чем я еще совсем не разбираюсь. Но все равно, если я буду ходить на зумбу к парнишке. Сегодня пойду второй раз. Я просто вот, знаете, чтобы не просто там и там это. Я начиталась много, что такое зумба, кому можно, кому нельзя, что. Можно, можно всем, но только это. Не надо сходить там до бездумия. Делайте. Главное, что здесь все работает. Ну и вообще, нужно подбирать под себя. Кто такие более спокойные, такие вот, и может подойдет это как йога. Для меня йога, это знаете, мне хочется что-то такое вот, понимаете. Потому что, ну человек сам по это. Мне нужно энергию куда-то девать там. Некоторые мне спрашивают, что у вас, кроме уборки, нет занятий. Есть, не поверите. Вот сейчас вот зубы побрызли. Видите, какая мокрая вся. Попрыгала. Сейчас конечно пыль, все протру, полы протру. И нужно мне еще сшить турбан. Турбан, тюрбан, как его. Потому что мой уже вообще до дыр дотерся. Вот. И много чего. Но первым делом пойду в душ. Потому что, фу, все. Да, я конечно, сейчас покажу. У меня форма не такая. Знаете, как там все ходят в тренажерный зал. У них там это от Адидаса, это от кого там. Моки, шмоки, вроки. У меня простой Китай рулит. И пын, 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 пын. В общем, что-то мне напоминает вот это вот зубы латиноамериканские. Вот знаете, вот это. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Вот. И мне это нравится. Не важно, в чем вы одеты. Важен потом будет результат. Когда вы ходите куда-нибудь на занятия. Я не думаю. Вот я, например, я не знаю. Я пришла на занятия, я пришла на занятия заниматься. А не смотреть, кто в чем одет. Вот мне кажется вообще там. Потому что занятие-то приходит, что-то все мокрое. Вот там не хватает душа. Потому что ты одеваешь все опять. В этот раз я что-нибудь трикотажное возьму сверху одеть. Ну хотя куртка у меня. И куртку ее можно стирать хоть каждый день. Тем более у меня есть сушилка. Поэтому я хочу сказать, каждый должен подбирать для себя. Здесь написано вот зумба фитнес кардио тренировка. Разрабатывайте танцы. Это следующая, наверное, будет. Да. Вот. И вообще мне эта девочка очень понравилась. Как-то ее там забыла. Да вообще много в ютубе. Если кто хочет, тот для себя может подобрать. Не сходите, конечно, с ума там, чтобы сразу там все такое моторчик включить. Можно это делать по-своему. Но главное, чтобы задействовать. Я так решила, что бассейн будет у меня. И вот зумба, если даже ходить не буду, будет у меня дома зумба. И этот скандинавская ходьба. И для меня это предостаточно. То есть это не значит, что я буду там какой-то спортсменкой. Просто как бы поддерживать надо это самое. После того, как я сбросила сахар, похудела я всего лишь. Постранела. Похудела на 800 грамм. 800 грамм. Ну да, потому что я не держу, знаете, это, диету. Завтракать стараюсь, обедать, тоже ужин. Но еще у меня, вот знаете, все равно. Я как бы покупаю мне каждый день там груши, мандарины, все такое. Ну, бывает, что я вот скрытый сахар ем. Скрытый сахар, это знаете, что это такое-то? Там в конфетах, там вообще сахара. В шоколадочке любименькой моей. Вот. Короче, такое. Я не сижу, не путайте на ПП. Нет. Просто, чтобы уже совсем не заплыть жиром, я стараюсь себя в чем-то ущемлять. Но когда уже сильно хочется, да, но я не могу себе отказать. Ну, не могу. Вот, знаете, у меня есть сила, есть воля. Вот силы воли как-то вот иногда она страдает. И так я много чего, вот начиная с июня месяца бросила курить, да. Хотя вот некоторые говорят, Элла, ты не говоришь, что ты бросила курить. Нет, не бывает бывших наркоманов и бывших курильщиков. Согласна. Согласна. Но я каждое утро при утренней молитве, да, там я благодарю Господа Бога, что Он помог мне с этой пагубной привычкой. Потому что я всегда, вот даже на Новый год, когда загадывала желание, последнее, наверное, года три, я всегда себе говорила, это мы, не знаю, ну, только чтобы бросить курить, но только чтобы это было не из, там, с потерей здоровья, там, например, я лежу парализованной, только из-за этого я не курю. Самой хотелось. Нужно всегда правильно привычки эти самые, ой, правильно просить, как это, правильно излагать свою мечту. Потому что одно дело, там, хочу разбогатеть, ты разбогатеть можешь, пойти обворовать, банк тебя посадят, ты будешь богатая, ну, где ты будешь находиться? Там, хочу бросить пить или курить, этого мало, нужно добавлять, чтобы это не было здоровью, чтобы, это, знаешь, ну, там, потому что можно бросить курить, когда ты лежишь, или там, уже на ПМЖ пошел, вот, и всегда, там, желаю здоровья, там, ну, в общем, ой, все это правильно надо, да, да, как-то, знаете, у нас учат, там, математики, физики, биологии, это все надо, я понимаю, почему в школу, в школу не заведут, там, да, чтобы, там, правильно воспитание, и поставить, чтобы, и даже экзамен сдавать, заставить, там, про семью, побольше сочинений про семье, про семью, или как бы я хотел, чтобы моя семья выглядела, или что мне не хватает в этой жизни, ведь дети, они, они, вот, они еще не умеют врать, они еще, как бы, знаете, они даже порой, вот, хоть Бодя, хоть Маргарита, они, вот, рассказывают, да, там, может, чем-то меня не обижают, но зато, ну, бывает, что там скажут, там, нет, вот, тот хороший, а ты плохая, зато это, знаете, это, видно, что ребенок не врет, и вот даже сейчас, как бы, я знаю, что, ну, вот это он не мог выдумать, это вот действительно, или она не могла выдумать, потому что дети еще в этом возрасте, они еще, как бы, это, ну, я просто хочу сказать, что дети, они как глупки, и со школы нужно, как бы, почему говорят, там, детей нужно не воспитывать, нужно воспитывать себя, потому что вот с возрастом, конечно, все это приходит только с возрастом, ты начинаешь понимать, что, Элла Фюреровна, как много ты не сделала, чего могла бы сделать, вот, очень жаль, а если бы это со школы, приводили бы примеры, некоторые девочки, ну, вот, и мои зрители пишут, Элла, зачем вы смотрите всякую гадость, а вы знаете, это полезно, я беру много для себя, из жизни чего-то, знаете, много из жизни беру, ну, для жизни, что нужно делать, что нельзя, и поэтому, ну, это будет отдельное видео, я сегодня посмотрела одно ужаснейшее, ужаснейшее видео, и хочу снять в этом, у меня есть рубрика, не в обсуждении, а в рассуждении, поэтому увидите, так что, мои дорогие, я хочу сказать вам, что если кто сидит дома, и стесняется ходить, стесняется ходить в группы, где там, у нас вообще мальчишка ведет, да, ну, у меня вот, это, внучатый племянник, наверное, его ровесник, такой, он вообще, ну, не знаю, 18, 19, 20, наверное, мальчик такой, все такое, он там, тынь-тынь-тынь, ну, ясно, что он по клубам, и он еще тренер, он в Екатеринбурге учился, все такое, и девчонки со мной занимаются, которые, ну, я с ними, вернее, занимаюсь, они молоденькие девочки, все такое, и я такая, бабушка пришла, такая, шо, да, мне еще не хватало этого, знаете, на палке, как ее там, знаете, а что, вдруг я это самое и буду, вот, хотя, хотя, я хочу сказать, что, хотя, вот, помните, этот, Александр Гордон, он показал про блогеров, да, что бабушки, там, вы вышли на ютуб, вы с ума сходите, все такое, Александр Гордон, не суди, да не судим будешь, вы ж не знаете, что с вами будет, там, ближайшее, там, а вдруг так все перевернется, что телевидение, ек-макарек, а вы че можете, Александр Гордон, вы ж только вещать можете, и откройте свой канал, вот, кормить-то детей надо, у вас же их тоже немало, у вас же их немало, и мне кажется, это лучшее, что вот даже в этом, мы в этом возрасте открыли свой канал и занимаемся делом, мы никого не убили, мы никого не растерзали, ничего плохого не сделали, да, мы не сидим у своих детей на шее, мы не вызываем каждые пять минут скорую, что, ай, мне плохо, там, все такое, пятое, десятое, у нас есть свое дело, и это же так клево, вот, у меня лично, вообще, вот, знаете, каждый день в сутках не хватает одного часа, вот, кто сейчас скажет, не болтай, тебе все будет хватать, нет, это и хобби, и, как бы, уже, как бы, и заработок, да, блогеры зарабатывают на этом, вот, и поэтому, и это очень хорошо, когда мы нашли свое, и кто стесняется ходить на групповые, можете прекрасно дома, YouTube набрать там, аэробика для взрослых есть, для спины, там, как вылечить спину, не надо сходить с ума, попробуйте по одному занятию, и я вот свою спину, или что-то мальчик есть один, тоже, ну, как мальчик, ему лет, наверное, сорок, и вот он показывал, я как-то давно-давно говорила, что вот, ложусь, ложусь правильно, или как, кложусь, кложусь, тоже говорят, ложу не говорить, надо говорить, класть, ложусь, значит, кложусь, шутка, а то опять начнут там, вот, так что, мои дорогие, поэтому, сейчас очень хорошо, даже если я не буду блогером, я все равно буду смотреть YouTube, Rutube, и я буду находить себе занятия, я без занятий сидеть никогда не буду, поэтому все, кто говорят, что там, ох, я устала от одиночества, я там это самое, я вам говорю, вы не устанете, зайдите на канал, вот, вот, знаете, раньше было там Google, Википедия, а, нет, самым-самым раньше это было энциклопедия, когда мы кучу километров книг покупали, да, там, и там, чтобы что-то узнать, нужно было энциклопедию почитать, сейчас вообще все для лентяек, все это самое, поэтому, всегда нужно себе найти занятия, я, как бы, знаете, не говорю, что нужно жить именно так, как я живу, я просто, вот, как бы, идейки вкидываю так, а вдруг кому понравится, а вдруг, вот, знаете, много в окружении меня, или там я с кем-нибудь разговариваю, да, там, ну, даже вот на скандинавскую мы ходим, я говорю, там, единицы, кто знает, что такое Ютуб, единицы, вот, поэтому я говорю, зайди на Ютуб, там, ну, у меня канал есть, там, или все, ну, все, да, ну, что-то слышали про это, а вообще не знают, что это интересный такой карманчик, где много можно чему научиться, много посмотреть, раньше, вот, я была привязана к телевизору, там, я люблю же эти программы, пусть говорят, мужское, женское, сейчас я могу не привязываться в 4, в 6, в 8 часов, и сейчас запросто, вот, мне надо, да, сейчас тюрбан шить, да, я включу мужское, женское, или там, пусть говорят, или прямой эфир, да, и буду шить, и слушать, я умею так, некоторые говорят, я не умею кино смотреть так, что что-то делать, мне нужно вот кино смотреть это, я умею, слава богу, я умею несколько дел, не такая уж важная информация, чтобы сесть и кино вот так вот смотреть, для меня, я считаю, для некоторых, может, важно, потому что некоторые любят посмотреть, какая картинка, какой цветок, и это не есть плохо, просто каждый по-своему, но я считаю, что мне, мне лично для кино жалко терять время, я понимаю, есть такая работа, когда ты не можешь несколько делать, вот, например, монтаж я делаю, там уже, да, там только монтаж, и все, и ты не отключу, поэтому, мои дорогие, извините, у меня камера села, поэтому, мои дорогие, я хочу сказать, что те, которые мне пишут, что такое, ты бы лучше бы занялась внуками своими, здрасте, приехали, вы о чем, какими внуками, я и так прекрасно ими занимаюсь, иногда ко мне и внука, и внук, и внучка приходят, я их вижу, я про них не забываю, день рождения, там, праздники, 8 марта, 23 февраля, там, день ребенка, 1 июня, там, всегда я про них помню, там, на Пасху какую-нибудь я готовлю, я всегда про них помню, я не забываю, я бабушка, вы что, забыли что-то? Я своих детей воспитала, кто-то сейчас скажет, ах, как эгоистично, когда меня дети просят посмотреть, там, внуков, ну, вот, есть у них, там, какое-то, какое-то дело, я всегда смотрю, всегда я не отказываюсь, если я могу, если я в это время свободна. Извините, детей должны воспитывать родители, а бабушка с дедушкой, это, знаете, там, прийти, там, проведать, ну, да, конечно, должны помогать, но не все время, и это не значит, что повесить всегда на шею себе внуков и смотреть их с утра до вечера, что может дать, я постоянно говорю, бабушка с дедушкой, распещенных, разбалованных детей, и все, больше ничего, поэтому не надо мне писать, там, займитесь лучше внуками, моими внуками занимаются дети, и не поверите, все у них отлично, у них прекрасные мамы, прекрасные папы, где-то даже прекрасные отчимы, поэтому все нормально. А я уже в этом возрасте, когда уже воспитала своих детей, у меня сейчас внуки, я могу себе позволить заниматься собой, но я думала, думаю, что я ответила доброжелателям, вот, пойду в душ, я хочу в душ, а то ля-ля-ля, тополя, в общем, отлично я позанималась с утра, сегодня вечером пойду на та-та-та, 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 и будет у меня все прекрасно. Ну ладно, мои дорогие, всем пока-пока!